Здравствуйте! Я ставший преподаватель кафедры музыкального образования Павлодарского государственно-педагогического университета. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начинаем наш урок, и тема нашего урока — интонация и штрихи. Интонация, как вы знаете, бывает двух видов — речевая интонация и музыкальная интонация. Речевая интонация отличается экспрессивной эмоциональной окраской высказывания. Мы знаем, что эмоциональная речевая интонация — это грусть, печаль, радость, ирония, восторг. А музыкальная интонация отличается от речевой интонации фиксированностью звуков по высоте и подчиненностью их системе лада. Поэтому сегодня мы будем работать над интонацией как в вокально-хоровых упражнениях, так и в хоровом сочинении. И еще один компонент, над которым мы сегодня будем работать, — это штрихи. Скажите, пожалуйста, какие штрихи вы знаете, какие штрихи вы изучали на уроках индивидуальных, на занятиях индивидуальных, на других занятиях групповых, музыкальных? Что такое штрихи и какие вы знаете штрихи? Штрихи — это способ исполнения музыкальной мысли. Легату, стакката, марката, нон-легата, акцент. Спасибо большое за ответ. Мы продолжаем наш урок. И сейчас для того, чтобы работать над интонацией, эта работа осуществляется как раз на вокально-хоровых упражнениях, где мы отрабатываем различные принципы звукового образования, такие как легата, нон-легата, стакката, марката. И сегодня мы сейчас попробуем это в музыке изобразить. Прошу вас встать. Так, первое упражнение — закрытым ртом. Значит, как оно осуществляется? Губы чуть-чуть сомкнуты, зубы разжаты, внутри объем, купол. Пожалуйста. Вдох. Вдох. И свободно. Еще вдох. И ведем. Еще вдох. Весь звук сюда посылает, да? Пошли. Ну, еще одна последняя. Хорошо. Следующее упражнение — ми-ме-ма-мо-му. Хорошее произношение всех гласных. Очень короткое согласное и очень протяжное гласное. Все в единой манере. Ми-ме-ме-мо-мо-мо. Пожалуйста. Вдох. Я прошу сделать короче согласное и длиннее гласное. По протяженности. Вдох. Ми-ме-мо-мо-мо. Еще вдох. Миле-мо-мо-мо. Хорошо. Теперь мы немножко по вокализируем. Какой штрих я играю? Легато. Легато. Сиен-налёй, пожалуйста. А теперь немножко по радостью. Лё-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Теперь упражнение «Тон вверх и обратно» на звук лё. Очень твердая, должна быть здесь согласная. Активная работа и тысячу. Пошли вдох. И так активнее. А теперь такой штрих стакана. Учение три вести или хо, пошли вдох. Активная работа. Активная работа. Хорошо, теперь идем постепенно вверх, на терцию и обратно вниз. Также на звук, на слог лео, пожалуйста. Лео, 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 лео теперь то же самое на штрих стакана хорошо работает диафрагма а а и а а а а а а а а Я-па-па-па-па Я-па-па-па-па-па-па Я активно, вдох И последнюю Спасибо, хорошо? Теперь такое упражнение Поступенные движения вверх и обратно мне хочется чтобы верхний звук вы хорошо открыли ощущение зимка хорошо провокализировать ощущение зимка на верхнем звуке все пожалуйста и и и и и и Сотранный динерат. Еще вдох. Смять. Вернее движение. Спасибо. Теперь движение по терцер. Вернее движение. Вернее движение. Так же элигантам. Еще вдох. Мия-мия, 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 Сопроводайте нора. Мия-мия, Мия-мия. Еще вдох. И я, миа, 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 миа. Все. И я, миа, 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 миа. Ну и последнее упражнение. сочетание Сите Сulla Сente Gottes Слышите Слышите садитесь так сегодня я предлагаю вам поработать над произведением ганса хаслера шутим танцуем открывайте нотки пожалуйста несколько слов хочу сказать об этом композиторе ганс лео хаслер это известный немецкий композитор достаточно широко известный композитор это не только композитор но и виртуоз органист и педагог он родился в нюрнберге 1564 году в семье органиста исака хаслера то есть его отец был также органистом и он был также его первым учителем но вы знаете что 1564 год это 16 век а 16 век это эпоха возрождения эпоха возрождения это переход от мрачного средневековья совершенно другой к расцвету науки искусства а искусство это и живопись и архитектура и литература и поэзии конечно музыка и поэтому в 16 веке центром профессионального музыкального искусства становится италия и все музыканты которые хотят получить известность мировую славу они конечно должны все стремились поехать в италию потому что только признание итальянской публики гарантировала им эту мировую известность и поэтому хаслер тоже едет в италию венецию и это первый немецкий композитор который получил музыкальное образование в италии и конечно это сказалось на его творчестве потому что в его творчестве мы в тоже видим такой итальянский период он использует различные музыкальные формы итальянские в своем творчестве вот например немецких песнях такие музыкальные формы как фронтола виланелла и сегодня произведение над которым мы будем работать она как раз написано в форме виланеллы такой легкой танцевальные хоровой песни давайте сейчас мы попробуем сначала посмотрим сальфеджио и потом поработаем над текстом пожалуйста сальфеджио поймем ми фа фа ми ми соль си соль 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 ми фа соль соль фа ми ре 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 ми теперь я вас попрошу спеть с динамическими оттенками да и обратить внимание что у нас там стоят цезуры да их точно также нужно выполнять и делаем акцент на первую долю пожалуйста ми фа фа ми ми соль ре си соль 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 р ми фа Corey Guelfer ми фа фа ми 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 ля ре 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 по фа ми так сопрано пожалуйста точно так же я прошу вас здесь вот сделайте такой вот в контрасте первые такты больше в штрихе лига нон-легато и в следующий там где идет легато используем штрих легато то есть где идет пианы используем штрих легато пожалуйста на форте а дальше идет пианы и на легато еще раз прошу раз конец мы отправляем аккорд вверх мужская группа пожалуйста так же да легко как бы на нон-легато скажите пожалуйста вот танцевальный характер что придает еще что еще что танцевальный характер что придает какие еще музыкальные приема музыкальной выразительности дает нам танцевальный характер еще ритм так и что относится к теме нашего урока и штрихи штрихи да они подчеркивают как раз вот это танцевальный характер да и еще какой у нас есть компонент акцент ритм темп штрихи акценты все это создает соответствующий характер до характер танцевальности давайте попробуем мы его как раз сейчас и использовать обратите на это внимание мы делаем акцент на первую долю до везде на первую долю первые такты на логикато на форте но на пиано логикато пожалуйста спасибо но мы здесь хотели сделать в контрасте до порты а потом пиано да прошу на это внимание братье еще раз пошли до теперь там где мы поем порты активная последняя нотка она куда направлена вверх надо а вы поете вниз так чтобы аккорд вверх улетел пожалуйста вот отсюда предпоследняя строчка предпоследняя строчка острее еще раз пошли до и со мной закончить хорошо саму название нам уже говорит о чем а его характере а его характере шутим танцуем да то есть это такая радостная веселая песня песня хоровая а 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 и а а а а а а И сразу перестроиться, да? Пожалуйста, еще раз вместе все. Здесь хочется где о-ля-ля-ля, острее все, да? И уже звук о-ля-ля-ля, о-ля-ля-ля. Пожалуйста, последний раз. Да. Игры и пляски, все словно детстве, яркие краски, радость на сердце, оно счастье ждет. О-ля-ля-ля, о-ля-ля-ля-ля-ля, о-ля-ля-ля-ля, о-ля-ля-ля-ля. Я хотела, чтобы было пиано так же активным, как и форте, да? Немножко слабое сейчас. О-ля-ля-ля, о-ля-ля-ля-ля, о-ля-ля-ля, о-ля-ля-ля-ля, о-ля-ля-ля-ля-ля. И вот, я хочу сконцентрировать все свое внимание на пиано. Хорошо? Оно должно быть по активности еще больше, чем форте. Ну, еще разочек, с самого начала. Вот мне хочется такое вот ощущение такой танцевальности, да? Подъем от такого задора. Пожалуйста. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля или лица соответствующие до настроение задор веселье радость пожалуйста спасибо на этом наш урок закончен спасибо за внимание